Микс Ньюс Глава туроператора Тест Тур Латвия Константин Польгов сегодня в нашем утре. Доброе утро. Доброе утро. Будем говорить о приятном, я надеюсь, по большей части. Летний сезон нас ждет, и сезон отпусков в том числе, поэтому, конечно, мы поговорим о том, как правильно отдыхать, чтобы с удовольствием для себя, всех окружающих, что у нас популярно, как меняются тенденции, об этом и о многом другом, так что и вы к нам присоединяйтесь тоже к нашему разговору. Ну вот, сезон активных отпусков вот-вот уже нагрянет, наверное, летний. Все-таки же делится у нас зима и лето. Уже нагрянул. В пятницу улетел первый рейс в Анталию. Не закончился зимний, еще последние туристы в Хургаде и Шарм-эль-Шехе, и первый уже в Анталии улетел. Ну и на лыжах я тоже где-то видела у кого-то из знакомых. На лыжах можно было уже сегодня кататься, вернее, еще сегодня очень холодно. Конечно, середина, вы сказали, середина апреля, а погода ужасная. То есть, на самом деле, для нас хорошо, но по большому счету, если лето будет такое же холодное, вся индустрия выиграет. Если лето будет такое теплое, как в прошлом году, все останутся здесь, рейсы придется сокращать, хотя предложений в 2019 году море. Ну расскажите о этих предложениях. Знаете, можно статистику взять с аэропорта Рига, и на самом деле запланировано 101 направление, прямое направление из аэропорта Рига. Я не знаю, рекорд это или нет, но только у AirBaltic будет 70 прямых направлений. Они, конечно, не каждый день летают, но можно улететь в 70 направлений прямым рейсом без пересадки. Это очень много. Я думаю, что это больше, чем в Копенгагене, в Стокгольме. Это огромный потенциал, кстати говоря, которого не существует ни в Таллине, ни в Вильнюсе, потому что там своих компаний нет. В этом отношении Рига является абсолютным центром и таким мотором, драйвом, я бы сказал. Но это ведь не только местные жители, это именно тот, кто прилетает для того, чтобы от нас улететь уже дальше. В том числе, да. Но, конечно, большая часть, но это должен AirBaltic рассказать, конечно, большая часть, наверное, или значительная часть их пассажиров, это транзитные пассажиры, которые летят дальше. Но, тем не менее, люди остаются здесь и отсюда начинают свое путешествие в конечный пункт. Это всегда очень хорошо. Поэтому, если лето будет такое наше, балтийское, будет супер. Если будет более теплое, придется сокращать, останемся здесь. Но, единственное, что мы понимаем, по сравнению с предыдущими годами, что не надо ждать последнюю минуту. Вот сейчас я посмотрел статистику в пятницу, когда готовился к эфиру. Я посмотрел, половина программы, которая окончится в октябре 2019 года, уже продана. Смысл? Мы не ставим программы для того, чтобы заниматься Last Min. Никто так не делает, ни одна компания так не делает. Что-то остается, люди приходят, что-то выбирают, то, что на данный момент есть. Если люди хотят поехать в Тунис или в Турцию, а на данный момент есть только Болгария и Барселона, например, или только в эти даты, или в эти. То есть, такого, что ждать манны небесной не приходится. Это связано просто с европейской тенденцией. Это можно поговорить дальше, но в принципе, бизия такая. А с точки зрения, скажем, потребителей, клиентов, потому что очень часто мы слышим о том, что потребительская способность падает, у людей вечно нет денег, все постоянно страдают, рестораны страдают, отели страдают. Что в турбизнесе? Примерно все то же самое. Если возвращаться, те, кто помнит, там, 7-й, 6-й, 5-й год, когда… До кризисной. До кризисной, да. Люди выбирали просто две недели, брали отели с 15-ю бассейнами, 20-ю ресторанами, и за свою неделю не успевали пройти все, даже половину отеля. Так же, как на большом круизном судне. Ты покупаешь путевку на круизное судно с 17-ю палубами, а на самом деле ты видишь 2-3, и все. И ты за неделю ничего не успеваешь делать. Вот не аллегория, а слово с понедельника не подберу. Аналогия, да. Невозможно пройти быстро и получить тот сервис, за который вы заплатили. Каждый год ситуация меняется, и люди действительно стараются экономить. Мы это понимаем, и отели это понимают, и авиакомпании это понимают. И много происходит разных ситуаций в европейском туристическом бизнесе, в индустрии, и авиакомпании банкротятся, потому что не могли. Рассчитывали на одного пассажира, пришел другой. Рассчитывали на одну экономическую ситуацию, получилась другая. Рассчитывали на один трафик пассажиров, количество пассажиров с каких-то регионов. Получили совершенно другое, и трансформация происходит глобально. Мы это не замечаем. Туризм немножко такая веселая тема. Конечно, путешествует постоянно. Но там есть свои законы, и своя трансформация, как я сказал. И в этом году мы понимаем, что цена будет главным. Конечно, качество остается. Мы это тоже видим. Люди хотят за хорошее качество получить продукт, который будет стоить небольшие деньги. А с точки зрения форс-мажоров, например, в прошлом году, если что, вы меня поправьте, был спад в Турции, например, в поездках. Как часто вообще такие бывают случаи? Насколько компании к этому готовы? Или это может быть действительно такая редкость? Раз в 10 лет где-то что-то случилось, и вот мы начинаем переделывать программы. Есть два момента. Первый момент – мы всегда должны быть готовы к любым ситуациям, которые происходят не у нас дома, потому что мы работаем с международными рынками. Каждый рынок особенный. Например, в 2016 году, как мы помним, переворот в Турции никто не объявлял заранее. И мы узнали об этом из Associated Press. Нам позвонили, просто сказали, что вы будете делать, мы спрашивали, с чем. И вот нам рассказывают такие вещи. То есть нужно было быстро перегруппироваться, перегруппироваться. И в Кагмане больших существуют кризисные центры, которые предполагают реагирование моментально. И не только на месте, но и там, где находятся наши туристы. Рассказывать об этом долго нет смысла, но, в общем, такая готовность всегда есть. Мы не знаем, что в 2019 году может произойти. Поэтому, как я сказал, кризисные центры готовы – это первое. Второе. Погода, как я сказал, может поменять или оставить наших. Это специфика наша. Например, латвийская. В большей степени латвийская. Даже в Литве такого нет, потому что, ну, например, Вильнюс – огромный город. Там до моря ехать часа четыре, а нам 20 минут. Поэтому здесь даже вот такие маленькие реагиональные моменты могут влиять на тот или иной план, на ту или другую сетку планирования, которую туроператор предполагает. Конечно, можно думать о том, что в Европе могут… Ну, я разговаривал с некоторыми знающими людьми, которые понимают в авиации. Банкротства авиакомпании, которые начались в прошлом году, были заметны. Вернее, в прошлом году они могут продолжиться и в 2019 году. Это не связано с латвийским рынком, это связано с европейским рынком. Поэтому это надо очень внимательно планировать свои путешествия. Когда вы покупаете путешествия на Канарские острова, билет за 39 евро, надо понимать, что Канарские острова находятся за Африкой. И такой цены не может быть. И когда такие деньги с вас спрашивают, вы должны отдавать себе отчет, что вы отвечаете полностью не только за себя, но и за свою семью. И когда вы планируете, все-таки люди взрослые, знаете, как деньги тяжело достаются. Поэтому надо отдавать себе отчет, что вы делаете в 2019 году. Вот еще один вопрос по поводу... А, у нас звонок. Да, надевайте наушники. Примем звонок, продолжим с вопросами. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Вы упомянули несколько ранее преимущества раннего бронирования перед ЛАЗ-МИНом. Абсолютно с вами согласен. Тоже предпочитаю бронировать заранее. Но вот второй год подряд сталкиваюсь с некоторой такой особенностью. Дело в том, что для того, чтобы забронировать тот же Египет этой осенью, это возможно сейчас, как и в прошлом году, достаточно рано было из Литвы. То есть цены и тест-туры того же Витовского доступны, и перелет. А из Латвии есть только расписание полетов, но цены еще не готовы. Почему мы так отстаем? Не могли бы я объяснить? Спасибо. Спасибо. Два момента тоже. Первое. Во-первых, уже все открыто. Так что если я слышу, что вы в машине едете, доберетесь до компьютера, посмотрите. По-моему, на прошлой неделе все открыто. Это первое. Второе. Конечно, мы изучаем рынки и конкуренцию, которая существует. Мы конкурируем, например, с Литвой за регионы, которые находятся на равном удалении от аэропорта Рига и от аэропорта Таллина, например, Дагавпилс. Почти одинаково мы вынуждены конкурировать для того, чтобы, например, жителям Дагавпилса предлагать цены лучше с вылетом из Риги, чем из Вильнюса. И это конкурентная борьба. Даже внутри компании может происходить. Мы все-таки разные страны, разные карманы, разные бухгалтерии. Поэтому это вполне объективно. Опоздание связано с изучением рынков, которые предлагают, может быть, на неделю или на две раньше. Но оно не критическое. Это связано в основном с предложением, которое должно быть более интересным. А как сейчас вообще очень многие планируют отпуск сами? Вы уже говорили, там, билеты за 39 евро. Ну, можно не брать такой совсем страшный случай, как, я не знаю, Канары за 39 евро. Но, тем не менее, люди сами покупают билеты, сами снимают апартаменты. И это все становится все более популярным. Как это чувствуется в компании, в туристических компаниях? И действительно это такой большой всплеск? Может быть, это просто, мне так кажется, со стороны. Слово «тренд» такое уже неинтересное совсем, оно никому неинтересно. И на самом деле важно просто помнить о том, что молодое поколение, оно на самом деле хочет испытывать все инструменты, которые доступны на данный момент. Я думаю, что это или тренд, или мода для того, чтобы организовывать в том числе и путешествия самостоятельно. В этом проявляется просто самостоятельность поколения миллениум, может быть, которые хотят сделать все своими руками. На самом деле это неплохо. Не идти на все готовое, хотя бы в каких-то таких житейских обстоятельствах заниматься самостоятельным организацией, в том числе и бизнесом. Не только учебу, не только семейного обустройства, но и планирование отдыха в том числе, который, по нашим оценкам, является предметом первой необходимости. Может быть, не первой первой, но и не десятой точно. Поэтому это модно, это первое. Второе, это доступно, это два. Третье, люди все хотят попробовать своими руками сделать. Мы не можем это ни запретить, ни откритиковать. Мы просто знаем, что это всегда получается дороже. Это какая-то статистика? Наверное, это 99% вычислений тех людей, которые сами поехали. Не знаю, есть время. У нас был первый рейс на горные лыжи на Новый год. Он налетал, по-моему, 29 декабря и возвращался 4 января. Ну, если это даты плюс-минус один день. Жуткие лавины были в Австрии, в Италии в этот период. И завалило не только магистрали, но и региональные дороги для того, чтобы выехать из-за отелей и добраться до аэропорта. Туристы не сосредоточены в одном отеле. Они сосредоточены, может быть, в 20 отелях в разных регионах и так далее. Вот полсамолета у нас летит, например, из Вероны и из Зальцбурга. И нам нужно их собрать и привезти вовремя самолет. Вот это 5-6 ниточек из каждой страны. И была одна компания, которая купила самостоятельно, и те, которые полетели с туроператором. Но те, которые полетели с туроператором и не успели на самолет, ну, сейчас долго рассказывают, почему это. А те, которые самостоятельно, за ними просто трансфер не приехал, сказали, извините, форс-мажор, просто машина за вами не приедет. Мы перегруппировали, там, может быть, подсадили к другим туристам, которые летали, может быть, на 2 часа позже, но забрали отель из отеля их пораньше и так далее. Сделали так, чтобы они успели. Но не буду говорить, как мы просили авиакомпанию, чтобы они по возможности задержали самолет на земле, чтобы успели все. Хотя это тоже сложно, самолет дальше должен лететь из Риги. То есть вот эти нюансы, они всегда существуют. Статистика это, наверное, да. Когда такое ко мне приходит, такая информация, но, безусловно, количество людей, которые едут самостоятельно, которые слушают сейчас, они тоже очень довольны, я понимаю. Но просто мы знаем, что тогда, когда складывается один и тот же продукт, всегда у глобальных игроков становится дешевле. Это правда. По статистике, даже по той же, ваш клиент, вот это люди, например, там 40 плюс, 50 плюс, семьи, вот эти сами, там, не знаю, поколения нулевых или там миллениум условно, их поменьше, наверное, они сами стараются ездить. В основном это семьи. И люди, которые хотят уехать отсюда и забыть все проблемы, начиная с первого дня и вернуться. С детьми-то? В основном. Какие наивные ребята. Они все еще надеются выходить с детьми и отдохнуть. Ну, знаете, all inclusive, который в Турции есть, ну, хотя бы какое-то маленькое исключение от полиэты и мамы оторвать, и вся кока-кола и мороженое оплачено уже в риге. Есть аниматоры или нету аниматора? Все это есть, и на самом деле там много плюсов, не только, ну, давайте, семейный отдых все-таки, это тоже удовольствие. И это основная часть пассажиров, когда люди покупают туры именно организованные. Все-таки вчетвером, это какая-то особенная машина должна быть, это где-то нужно брать эту машину. При всем при том, что люди, мы уже давно в Европе живем, от кредитных карточек, телефонов, банковских счетов и там наших знаний уже много всего. Тем не менее, думаю, что немного людей знают, как правильно забронировать автомобиль. И как сделать так, чтобы цена на автомобиль не равнялась стоимости всего тура. А тонкостей тоже очень много. А вот если про тренды еще поговорить, не меняется ли в сторону, ну, больших, возможно, и маленьких городов, но таких вот путешествий больше не отдых у пляжей, у моря. Вот вы сказали, что да, семейный, его никто не отменял, все равно ездят там на неделю куда-то к морю отдохнуть. Но все же люди стали больше по городам. Или мы готовились заранее. Ну, вот мы, например, второй год будем летать регион Анкона, реклама по вашему радио шла, я думаю, что она уже надоела вашим слушателям. Но просто для того, чтобы люди узнали, что это за направление. Это не то направление, которое все знают. Это итальянский город, который находится на Андреатическом побережье. Мы говорим, что оно в центре Италии, то есть, ну, посередине итальянского сапога, так скажем. Туда действительно лететь очень близко, ну, даже ближе, чем до Турции, но это не пляжный отдых совершенно. Ты приезжаешь в Анкону, прямо на станции аэропорта останавливается поезд, ты садишься, едешь куда хочешь. А Италия, это место, ты вот просто на любой остановке выходишь и растворяешься. И эти красивые дома, эти пейсажи Анкона похожи, например, ну, так, если по книжкам, по фотографиям на Тоскану. Примерно. И мы понимаем, что люди это хотят. И мы ищем такие направления, мы ищем регионы, которые готовы даже доплачивать за то, чтобы наши туристы туда приехали. Мы их находим. Из этого исходит, вернее, складывается себестоимость тура, доступного тура, чтобы люди смогли поехать. Италия же не такая дешевая страна, конечно. Поехать в Сан-Тропе, там, я не знаю, или на Лазурный берег во Францию, или, не знаю, в Ниццу, или в Тоскану, недешево. Но надо искать места, которые позволят нашему кошельку приблизиться к ним. Как долго вы разрабатываете новый маршрут? Это, не знаю, год, полгода, два? Каждый новый маршрут примерно год занимает. А что это включено? Почему так долго? Ну, во-первых, это разговоры с властями, с теми властями, потому что это государственные деньги. Они так просто не отдаются, естественно. Они хотят понимать, что они получат гарантированное количество туристов. Они хотят знать, что рейсы прилетят тогда, когда нужно, когда работают отели, когда работают рестораны. То есть они защищают свой бизнес, который работает там, на месте, для того, чтобы они получили дополнительный доход. Они, конечно, вкладывают какую-то денежку, но, безусловно, получают намного больше. Эти инвестиции, которые регионы доплачивают, они не такие высокие, они больше такие дружественные, я бы сказал. Они для того, чтобы подчеркнуть, ну, какие-то френдшипы такой, да, то есть показать хорошее расположение, что мы вас ждем. И в том числе можем оказать какую-то маркетинговую рекламную поддержку. Это вот связано в основном с этим. И, конечно, когда людей ждут, когда приезжают, вот, туристы из Риги приехали, туристы из Балтии. Конечно, нам это очень важно для того, чтобы их ждали. Мы не хотим, чтобы туристы прилетели в голое поле. Например, есть рейсы рядом с аэропортом Анкона, другой аэропорт, я не буду говорить какой. Популярный, кстати говоря. Который вообще не заинтересован, чтобы туда прилетали туристы. Ну, когда у нас и так все хорошо. Ну, хорошо и хорошо. А в 60 километров находится Анкона. Кстати, Грян-Кона – это аэропорт, куда, например, прилетает Люфтганзе, то есть мировые лидеры. Мы не знаем, мы просто здесь живем, ну, понятно. Вот так вот строятся направления. И, на самом деле, нет смысла открывать каждый год новое, надо фиксировать, бетонировать, может быть, старые направления, чтобы они остались надолго. А есть какие-то, может быть, за последние 10 лет, что какие направления вы открывали? Тот же Рим, не был, да, несколько лет назад очень популярен. И, ну, вот что прижилось, а что не прижилось, какие страны? Мы с Аэрболтик, например, открыли уже 25 маршрутов. Они не каждый год повторяются, некоторые закрываются навсегда, некоторые остаются и продолжают летать. Это элемент спроса и предложения. Если люди хотят, мы, конечно, продолжаем. Если люди туда спрашивают, если нет, мы ищем альтернативу. Ну, Турция, например, в этом году, она бьет все рекорды. И тут, к сожалению, первое место никто никогда не получит в ближайшие, я не знаю, сколько лет. По бизнесу точно, если вдруг что-то в Турции произойдет такое, что придется. Греция была два года назад. Греция очень плотно подошла, и она, по большому счету, делает невероятные усилия для того, чтобы получить максимальное количество туристов, которые хотят сан-эн-бич, ну, море и пляж, там, шезлонг и так далее. Но дополнительно предлагают грандиозную экскурсионную программу. Но им сложно подойти, потому что очень много европейцев едут туда. Греция все-таки страна Европы, это совсем другое ценообразование. Налогообложение другое, в Турции немножко дешевле, поэтому себестоимость всегда будет в Турции выигрышная. Надевайте наушники, примем еще один звонок. А вот слушайте. Доброе утро. Доброе утро. Сделайте приемник потише, пожалуйста. Здравствуйте. Я по новым направлениям. Что-нибудь будет на Рождество, на Новый год, какие-то новые направления? Я не говорю про экзотику, там, Барбадос или Террехскайкос. Ну, хотя бы какая-нибудь Доминикана или хотя бы какой-нибудь Таиланд. А то некуда летать вообще от прямых рейсов вообще из рейсов. Хотя бы. Хотя бы какая-нибудь Доминикана. Да, спасибо большое. Слушайте, как приятно. Господи, как вот замерить, что таких людей много в Латвии? Ну, один точно есть. Да, да. Мы готовы. У нас, ну, сегодня передача про тест-тур, поэтому у нас там 24 офиса в 16 странах. Мы готовы, в том числе в Доминикане, на Кубе. К сожалению, есть два нюанса, которые не позволяют делать эти направления, которые вы сейчас перечислили массовыми, или поставить чартер на рейс. А. У нас нет столько туристов, которые могли бы загрузить большой самолет. Для Доминиканы нужен самолет, который вмещает, ну, примерно 300 пассажиров. Тогда экономически обоснованно и так далее. Это первое. Второе. У нас нет таких самолетов. И у нас и пассажиропоток такого нет, и самолетов таких нет. Для того, чтобы пригласить сюда самолет, ну, тоже долго рассказывать, это невероятно. Проще поехать во Франкфуд, пересесть и полететь туда. К сожалению, это минус маленьких рынков всегда. Это и для Кока-Колы, наверное, так, и для других компаний. Ну, Кока-Кола, кстати, дешевле, чем Доминикана. Здесь, да? Вот сто процентов. Могу про вкус просто продискутировать. Он разный иногда, бывает, на мой взгляд, во всяком случае. Но мы готовы, это было бы хорошо. Но дальние направления появятся. Мы объявили в этом году, что будут направления Бали. Это такое райское местечко, на самом деле, очень интересное. Бали не такое, простое направление для индивидуального путешествия, начиная от того, что необходимо получать визы в Стокгольме, и заканчивая, все-таки, страна там с таким достаточно трясущимся, так сказать, климатом. И там необходима абсолютная фиксация всех услуг, которые будут предоставлены. Потому что в случае чего необходима постоянная коммуникация с туроператорами. Поэтому я бы индивидуальных путешественников всегда предостерегал, особенно если они едут впервые, путешествуют самостоятельно. Это связано с многими-многими вещами, особенно если с детьми. То есть прививки, паспортные данные, приход мама-папа, у папы паспорт есть, у мамы он закончился вчера, кто-то остается, следующий рейс через неделю и так далее. То есть здесь куча нюансов, поэтому не спорты. А мама, молодец, это диверсия. То есть просто оп, и у тебя две недели спокойного. Господи, я серьезно, мам, это тоже. Да, Константин тут рассказывает про сказочные Бали. А то есть два сникающих журналиста сидят напротив. На самом деле сейчас вот эти, скажем, самостоятельные направления, которые выбирают люди, они же, в принципе, связаны не с тем, что они хотят сэкономить. Скорее всего, это связано с тем, что они хотят определенную свободу, они хотят быть привязаны к чему-то. В этом плане, например, тот же туроператор как-то идет навстречу. Есть какие-то предложения, когда, да, он, может быть, какую-то гарантию берет за мое местонахождение, доставку, трансфер и так далее, но в целом я предоставлю на сама себе. Захотела, взяла машину, захотела, не взяла. Или вот эта табличка, все строим, хором, сейчас будем узнавать про соборы. И я не хочу узнавать про соборы. Хорошо, да. Нет, нет, я думаю, что вот такой стереотип сейчас рисовывается. Нет, конечно, вы можете купить все, что хотите, просто билет, как в авиакомпании, у туроператора, потому что авиакомпания не делает направления. Многие, ну, все авиакомпании мира, они делают в основном направление на курортные, курортные зоны, зоны нехорошие слова, ну, в общем, курортные направления опять. Они не летают туда, потому что они не умеют загружать эти рейсы, да, как раз бизнес туроператоров или глобальных компаний, которые занимаются туристическими потоками. Не бизнес-потоки, а туристическими потоками. В данном случае авиакомпания выступает просто как такси. Туроператоры знают, как это делать, как сделать, почему, по субботам или по вторникам, утром или вечером, там, с 12 июня или с 15 августа, вот-вот, когда это все нужно делать. Это, ну, наука почти. И есть, видимо, такой стереотип, что туроператоры, когда ты идешь, тебе действительно группу связывают веревками, таскают за собой, и шаг влево, шаг вправо, это не так. Есть куча, куча тоже нехорошие слова, нужно абсолютно... Масса предложений, начиная от просто покупки авиабилета, раз. Экскурсионный тур, когда вы садитесь в автобус, вас катают, вы намеренно садитесь в этот тур, и вы хотите смотреть из автобуса все достопримечательности, ну, например, в Италии. Что я бы рекомендовал, кстати говоря, с Италией надо познакомиться первый раз экскурсионно, а потом уже самостоятельно, чтобы знать, что делать. Второе. Третье. Есть просто тур на пляж, когда вы в отеле лежите, и каждый день можете делать, что вы хотите, вас приводят. Завозят в отель, дальше две недели или недели, когда вы находите, вы можете делать все, что вы хотите. Тур или путевка, или любое другое слово, которое связано с туроператором, это не привязывание веревкой, совершенно нет. – А вот если про прошлый сезон еще поговорить, чуть-чуть жаркое лето, многие оставались здесь, как вы тоже сказали, упомянули, не отразилось ли это на зимнем сезоне, возможно, если там люди сэкономили на летнем отдыхе, у них там на зимний, не знаю, на те же лыжи или какой-то такой отдых. – Каждый год увеличивается количество людей, которые путешествуют два раза в год. Вот раньше, как я говорил в начале передачи, люди выбирали дорогие туры с невероятным количеством услуг, которые не могли воспользоваться, и сейчас все приземлились, и по большому счету эти деньги потратят на второй раз, на путешествие второго цикла, можно сказать так. Путешествие на горные лыжи – это тоже такой серьезный бизнес. Много людей, которые путешествуют самостоятельно, это исторические такие, как первые теннисисты, знаете, которые деревянными ракетками играли, им ничего сейчас не надо, никакие школы, никакие они продолжают играть, они тогда научились. Также горнолыжи. До появления индустрии горных лыж, они давным-давно уже ездили от Грузии до Швейцарии, а сейчас, когда индустрия появилась, подошло новое направление, новое поколение, которое хотят, не понимают, как это делать, не знают, куда правильно поехать. Это дорогая индустрия, там нужно вот ботинок, лыж, правильных креплений, чтобы ни ноги не переломать. Ну, в общем, там тоже очень много всего. Мы работаем на это второе, на второе поколение горных лыж. Оно очень большое. Проблема в том, что мало специалистов в Латвии, которые могут грамотно предложить это. Мы, как большой ритейлер, просто работаем, например, с туристическими агентствами. В основном мы только-только открыли свои прямые продажи в Риге, но весь наш продукт, 95% идет через туристические агентства. Вот не все туристические агентства умеют продавать горные лыжи. Это надо знать. Как минимум надо кататься, хотя бы поехать лыжи, там где-то прикрепить к себе хотя бы в Сигуду, чтобы понять, что это такое. Если ты это не понимаешь, ты никогда не продашь. А зимой продавать Египет только, ну смысла никакого нет, они сразу проигрывают. Это индустрия, да, и она очень большая, и она растет каждый год. Если про индустрию, вот в этом году или сейчас 19-е, значит, в 18-м еще, и так на латвийский рынок зашла крупная тоже компания туристическая. Как у вас отношения сложились и повлиял ли приход? Каждый год кто-то приходит. Много очень компаний, которым нравятся наши рынки, они достаточно стабильные, они очень благодарные. И проблема, как я сказал, этих рынков только в том, что они маленькие. Люди, которые хотят потратить здесь, сделать большие инвестиции, в конце концов, кому-то удается это сделать, кому-то нет. И должно пройти время для того, чтобы местный менталитет просто расположил к себе работу других каких-то игроков. Мы это тоже знаем, нам достаточно долго приходилось зарабатывать свое место. Выигрывают те, которые придут с новыми направлениями, с новыми технологиями. Те, кто приходят именно с таким намерением, они сразу с первого дня получают доверие рынка. Те, кто приходят со старыми направлениями, которые 20 лет летают, уже смысла никакого нет. Уже все изведано, уже людей не обмануть. Цена, как я говорю, уже местные на самом деле разучились верить в дешевое предложение, потому что сколько было событий, когда люди приходили в аэропорт и не улетали. Поэтому конкуренты приходят, это хорошо для рынка, это всегда очень хорошо. Когда приходят монстры, мы можем у них чему-то поучиться, чему-то они могут поучиться у местной публики. Но это всегда такая, двухсторонний процесс. Давайте на уж звонок у нас. Доброе утро. Доброе утро. Алло, доброе утро. Доброе. Алло. Алло, да, слушай. У меня вопрос такого характера. Я уже лет 15 пользуюсь услугами вашей компании, да, но вот в этом году раннее бронирование, всегда раннее бронирование же она делает. Но в этом году нам пришлось отказаться от ваших услуг, потому что цену подняли больше, чем на 50% при раннем бронировании. Это не история. Вот хотелось бы, чтобы вы объяснили ситуацию. Я имею в виду направление хоть года, вот, я обычно летаем ноябрь и начало марта, ну, наверное, все, прощаемся с этим направлением. Объясните нам, в чем проблема. Или вы зарабатываете на билетах на самолетах? Да. Спасибо. Да. Нет, конечно, 50% столько не существует. Маржа такой не существует, наверное, ни в одном бизнесе, даже в самом заоблачном. 50% раннего бронирования мне трудно комментировать, надо, конечно, видеть, что это есть. Я могу единственное, что сказать, что разрыв между конкуренцией разных компаний, на мой взгляд, ну, во всяком случае, то, что мы добиваемся, может быть, около 15-20%. Разницы в 50, конечно, нет. Это связано с разными абсолютно вещами. Смотрите, мы, например, летаем в летний сезон, выбрали для своего партнера компанию AirBaltic. То есть 90% в наших рейсах будет выполнять национальные перевозчики. Они дорогие. И мы знаем, что заранее мы знаем, что цены, которые будут на один совпадающий отель, будут дороже, чем у наших конкурентов, которые летают на другой компании. Мы сначала очень переживали, мы понимали, что это риск, что люди действительно считают, что 30, например, или 40 евро на человека – это достаточная разница для того, чтобы перейти к конкурентам. Но действительно переживали, и это был такой период узнавания рынка, может быть, погружения. И мы поняли после первого сразу же сезона, что люди готовы платить за качество. И мы до сих пор остаемся лидерами рынка. И люди, которые хотят получить качество, они все-таки смотрят, конечно, в первую очередь на цену, потом они смотрят, кто работает, кто их отправляет, конечно, какой самолет. Но все мы летаем, мы все понимаем, мы все подходим к самолетам, смотрим, какой белый, серый, такой-сякой и так далее. AirBotix сменил свой парк в прошлом году, уже, по-моему, около 20 самолетов скоро будет на земле, на латвийской земле. То есть это огромные инвестиции, которые сделаны, и я считаю, что это удовольствие начинать свое путешествие, не только бизнес-путешествие, но и путешествие туристическое, на отдых, на новеньком самолете. Я считаю, что это правильно. Не я так считаю, кстати говоря. Считают пассажиры, которые позволяют нам быть одним из лидеров рынка. Это первое. По поводу, все-таки я точнее хочу ответить на ваш вопрос, когда вы сказали, что 50%, но я бы чуть-чуть воздержался от комментариев. Я думаю, что такого разрыва быть не может. Может быть, есть разница в типе номера, может быть, есть в датах каких-то. Есть даты, например, школьные каникулы или Новый год, когда цены действительно вырастают и в 2, и в 3 раза. Надо посмотреть. Я думаю, что вам надо обратиться еще раз в туристическое агентство, еще раз внимательно посмотреть. Не всегда это связано с нашим предложением. Это может быть связано с некорректной информацией, которую до вас донесли. Перепроверьте, пожалуйста, еще раз. Спасибо. А у вас, сколько вы на рынке существуете, есть клиенты, которые были с вами с самого первого дня и до сих пор остаются и каждый год летают? У нас такие работники есть. Ну, у нас много, конечно, клиентов. Я думаю, нет, такой статистики мы не ведем. Нет, конечно, мы не отслеживаем. Это защита данных, Настя. Нет, я не прошу имя фамилии, но просто так же, что человек приходит, вы уже там задаваете. А его уже знают, Марина. Знаете, вот сейчас позвонил, к сожалению, не представился, мне очень приятно, что вы сказали, что 15 лет с нами ездите. Вот человек, а мы на рынке 18 лет работаем. То есть человек практически с первого сезона. Я думаю, что, уважаемый звонивший, вы обратитесь в агентство, где были, может быть, как-то достучитесь, скажите, что не может. Что директор тестура сказал, что не может быть 50% разницы. Я думаю, что там проблемы в некорректности. Ну, а нет такого, что те клиенты, которые с вами летают из года в год, а то и два раза, не знаю, получают дополнительные бонусы какие-то? Есть. Как я сказал, в основном мы работаем с туристическими агентствами. И сами агентства эту клиентуру имеют. Они ее обнимают. Они с ней работают. И вот уже сами агентства предлагают очень-очень много всего, что необходимо для того, чтобы удержать этих клиентов. Применем звонки, да, по двум линиям. Попробуем все звонки успеть принять. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Я понимаю, просто поздно подключился. Представитель компании «Тестур», да, у вас? Да, здравствуйте. Да, мы тоже пользовались этой компанией. Я хочу сказать, ну, как бы, компания хорошая, и ее, скажем, те же гостиничные бизнесы, которые представляют услуги гостиниц, довольно уважают или боятся. Потому что, когда ты летаешь с ними, меньше проблем возникает во всяких гостиницах, или, по крайней мере, они могут решаться более быстро. Это одно. А второе, допустим, по поводу цены. Тоже были в Турции, поехали на кораблике кататься. У «Тестура» там цена была, ну, скажем, не знаю, на 15-20, может быть, евро больше с человека. Но в итоге получилось так, что купили на улице. Все хорошо, только народу очень набилось много на этот кораблик. Я понимаю, что, когда «Тестур» продает билеты, он как-то ограничивает количество людей, сколько они населяют, ну, заселяют на этот кораблик для путешествий. Ну, вот, наверное, из-за этого цена тоже меняется. В большую степень. То есть цена выше, но народу меньше на корабле. Цена меньше, но народу больше. А как вас зовут? Вот. Анатолий. Анатолий. Мне очень нравится, как отвечает представитель «Тестура». Очень грамотно, спокойно и приятно говорит. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, Анатолий. Мы не злили нашего гостя. С утра собираетесь. С утра собираетесь. Можно прокомментировать, но быстро. Да, конечно. Бояться. Нас боятся. Вот это. Ну, правда в том, Анатолий, спасибо большое. Видите, не запланированный звонок. Правда в том заключается, что когда глобальные компании представлены на рынке, конечно, отели относятся по-другому. Это первое. Это безусловно. Вы подметили точно. И в этом отношении нам просто работать в Турции. Правда, просто. Потому что мы ногой дверь не открываем нигде, конечно, но мы добиваемся того, что мы хотим, чтобы наши клиенты получили какие-то приоритеты, преимущества. Ну, в том числе, там, жить не на первом этаже, и не на последнем, а где-то, там, не рядом с кухней, а где-то там, где. Вот такие вещи, которые маленькая компания не может прийти, там, и даже попросить в отеле, там, ну, ее поставят в очередь, и все. Это первое. Второе. Про лодку вы сказали. Я чуть серьезнее здесь отвечу. Я бы воздержался от всех покупок на улице, туристических услуг, когда вы путешествуете в незаконных странах. Действительно, вы тоже правду сказали, что у нас это будет дороже, но это будет связано из-за того, что у нас есть страховка того или другого мероприятия, что мы поедем на том автобусе, который доедет и приедет обратно, что будут сертифицированные люди. Не надо здесь рисковать. Вот вы назвали сумму разницы, там, 15 долларов или 15 евро? Никогда не рискуйте такими деньгами. Никогда. Вы не можете себе представить, как иногда нам приходится связываться с той или иной проблемой, когда происходит форс-мажор, связанный с, не дай бог, какими-то медицинскими расходами туристов. Это очень серьезно. Поэтому, пожалуйста, воздержитесь от этого. Примем еще один звонок. Надевайте наушники. Спасибо. Доброе утро. Еще раз доброе утро. Доброе утро. Михаил, меня зовут. Да, Михаил, доброе утро. Это я по поводу повышения цены. Да. Я летаю в один и тот же отель в одни и те же даты. Ну, так получилось. Вот выбрали один. Потому что на первом этапе предварительно разные попадались. Ну, и шуть важная. Одни и те же даты. 1370 евро было в прошлой весной бронировании в этот отель в те же даты. В этом 2070. Окей. И ваша девушка объяснила, что это не вы, что это вот там повышает. Вот поэтому вот эти девушки, может быть, сказать, что Как бы мне вас вычислить, помимо имени, чтобы в деталях разобраться. Давайте за эфиром как-то попробуем связаться со студией. Вы можете позвонить, да, на наш номер, секретарю, может быть, оставить. И оставить свой номер телефона. Да, Михаил, мы с вами свяжемся. Спасибо вам большое. Да, спасибо. Я комментарий один короткий. Есть один любимый отель в Турции, куда ездит наш Бомонд латвийский. Ой, какой-то, скажите. А, да, Регнум, например. Так, все одинокие женщины едут в Регнум. Ну, да, сейчас я скажу цену, все остаются здесь. Ну, может быть, они могут накопить. Ну, может быть, да. Цена, которая в прошлом году была около 200 евро. За ночь? За ночь, да. А сейчас она около там. Ну, давайте название. Подождите, это семейный отель? Запипикаем. Запипикаем название отеля. Нет, это не семейный отель. Это не семейный отель. Это не семейный отель, где проходил саммит. Там встречались, по-моему, Барак Обама вместе с Путиным. Там какой-то, он такой, такой пафосный отельчик. Отель. Еще раз, название запипикаем. И просто, насколько я понимаю, цены в этом году взросли. Ну, я не буду называть. Просто, чтобы никого не пугать. Мы ничего не можем сделать. Там просто стало дорого. Там просто стало очень дорого. Еще более дорого. И отельеры, по большому счету, вот, что вы сказали, Египет. Египет – бедная страна, по большому счету. Они нуждаются в том, чтобы зарабатывать деньги. У них ВВП на пятую часть зависит от туризма. То есть, 20% примерно генерируют. У нас только 4%, он чуть больше 4%. Поэтому, вот, столько, сколько они заработают в туристической индустрии, так они и будут жить. Достаточно бедная страна. Поэтому обвинять их в том, что они стоят достаточно дорого, ну, вряд ли, наверняка связано. Может быть, они сделали реновацию в этом отеле. Может быть, они все-таки решили уровень повысить свой, а это стоит денег, в конце концов. Поэтому, поверьте, это не связано с тем, что мы хотим столько заработать. Может быть, они просто его перенесли в Иорданию? Откуда мы, как Кайпетри поставили? А, так, да. Я хотела еще спросить по поводу, вот, скажем, популяризации самого и тест-туров, в частности, и просто-туров. Я смотрю, например, очень многие мировые лидеры этого рынка, и в том числе, кстати, маленькие местные компании, они очень активно сотрудничают с всякими, там, блогерами, там, инфлюенсерами, там, микро-нано-блогерами и так далее. Для того, чтобы, ну, вот, через, как бы, личный опыт передавать, вот, как там все это здорово. Будь здоровы. Подтверждение. Правду говорю. Правда. Да. Что, например, тест-тур в этом смысле делает или не делает, или считает это ненужным, или не стоит доверять, может быть? Нет, знаете, правильный вопрос такой. Это то, что делает вообще необходимо абсолютно точно. Я не знаю, кто раскусил блогеров вначале, то есть какая, это интересно даже было бы почитать, кто первый понял большие, большие преференции положительные, которые дает блогер, сообщество блогеров, блогерское сообщество, так правильно сказать. Кто это первый вычислил, кто это понял, то есть, наверное, это на ощупь все происходило, и люди только тогда, когда увидели фактически положительный эффект от этого, они поняли, что с блогерами, как и с медийными, другими классическими субстанциями, необходимо работать, но субстанциями все-таки, правильно, это живое, что-то это же. Отлично. Теперь каждый раз, когда будем с завистью смотреть на чьи-то инстаграм, скажем, что это субстанция. Субстанция на Бали. Хорошо, это правда. Мы все-таки классическая компания, классическая бизнес-компания, и работаем в такой среде, когда пользуемся инструментами, ну, такими массовыми инструментами, которые тоже являются классическими и имеют такой глобальный, может быть, охват. Блогеры – это все-таки сообщество, которое работает на определенный контингент, работает опять на миллениумов, ну, может быть, и более молодое поколение, которое, может быть, для нас еще пока не очень интересно, потому что оно не обладает финансовой независимостью для того, чтобы покупать наши услуги. Но оно потихоньку вырастает, и, безусловно, вот то поколение, которое сейчас в этом сообществе сидит, оно вырастет, начнет зарабатывать, вот эти каналы, оно не прекратит пользоваться. Это в долгую очень все. Вот те блогеры, которые сейчас находятся у руля, те, которые свою аудиторию имеют, которые нарастили своих фолловеров, я думаю, что они не то, что не обеднеют, они будут только богатеть. Я думаю, это мое такое мнение. Надо ли нам с ними работать? Ну, то есть, что идет по такому пути сейчас? Мы хотим это делать, и у нас было одно событие недавно. Мы хотели привлечь блогеров, ну, так, очень так серьезно, по большому счету, или стали вычислять, у кого действительно не накрученная аудитория, кто фактически понимает, что делает, кто может ее дефинировать. Мы поняли, что у нас таких единицы. Раз. Ну, мы и маленькая страна, конечно. Да, это первое. Второе, вот я директор компании, я хотел бы эту часть, например, раскусить и понять, что мне это нужно. Я даже не понимаю, куда мне обратиться. То есть, у меня есть отдел пиар, реклама и так далее. Это классические инструменты, которые есть. Я даже, я знаю людей, которые у нас в Латвии, не будем говорить кто, что они являются этими блогерами, которые на самом деле можно доверять. Но мне нужно их пять, мне нужно их семь. Я понимаю, что этот человек работает вот здесь, там, больше мода, здесь больше фэшн, здесь больше туризм, здесь гастрономия и так далее. Они немножко разбросаны. Может быть, я хочу взять все, но у меня нет единого канала, куда я могу прийти. Ассоциация блогеров есть? Нет. Есть. Есть, да? Есть. Ну, там пока никого нету, но ассоциация есть. А, ассоциация есть. Вот посвятите этому следующую передачу, вы получите мгновенный эффект. Многие, ну, там, не древние руководители, которые понимают эффект, который может быть в долгосрочную перспективу, они будут пользоваться. А сейчас даже я своих молодых коллег спрошу, ну, давай, кто там, кто здесь, кого на завтра, на послезавтра. Тишина. То есть, вот так вот доверить, это сложно. Нам пора заканчивать на сегодня. Глава туроператора тест-тур Латвии Константин Пальгов был у нас в студии. Звонки по двум линиям, но, к сожалению, уже не успеваем мы их принять. Спасибо вам большое. Спасибо вам. До встречи. Да, с обзором прессом и коротким продолжим. Всего хорошего. Пока.